Забвение Приветствую вас дорогие зрители. В сегодняшнем видеоролике мы с вами рассмотрим, на мой взгляд, пожалуй, самую нестандартную и своеобразную космическую станцию под названием Забвение, а также разберемся в ее происхождении. Так что устраивайтесь поудобнее и приступим. Станция Забвение, как ее прозвали наши локализаторы, в оригинале называется No Hero, что дословно можно перевести как «знаемо здесь» или «знаемо где». Данная космическая станция относится к фантастической вселенной Марвел и по большей части фигурирует в приключениях Стражей Галактики. В кинематографической вселенной «Земля-1-5-9» Забвение является неофициальным торговым форпостом, а также шахтой по добыче различных биологических материалов, таких как костная ткань, спинномозговая жидкость, ткани мозга и прочего. Так как добыча всех этих материалов ведется нелегально и продается на черном рынке, станция не подчинена какому-либо правительству, и на ней отсутствует закон и порядок, а процветают азартные игры и теневой бизнес. По этим причинам Забвение и стало пристанищем для различных авантюристов, разыскиваемых преступников, бродяг и прочих социопатов. Также на станции находится один из складов музеев Танилиира Тивана, более известного как Коллекционер. В отличие от кинематографической вселенной, во вселенной 616 Забвение является нейтральной научной базой, куда для исследования галактики слетаются различные ученые, а станция находится под контролем представителей от всех рас галактики. Помимо прочего, станция также служила базой опустошителей, а начальником службы безопасности на Забвение является обладающий психокинезом Пес Космо, который носит советский скафандр. Сама станция Забвение является нерукотворной, а представляет из себя отсеченную голову одного из представителей древней расы богоподобных гигантов-целестиалов. Что вы такое вообще? Я всего лишь целестиал, дорогуша. Целестиалы являются одной из самых древнейших рас в мире Марвел, в которой существовало сам возрождение вселенной. По внешнему виду они представляли из себя закованных в броню гигантских гуманоидов по несколько километров в длину. Издревле телестиалы посещали различные планеты, изучали и вмешались в развитие населяющих их рас, из-за чего во вселенной стали появляться мутанты со сверхспособностями. Раса телестиалов насчитывала множество представителей, до того момента, пока не началась война с аспирантами, которые в противовес гигантам создали 7-километрового робота-убийцу богов. Хоть телестиалам удалось его сокрушить, однако до уничтожения убийца богов истребил почти всю их расу. А так как для рождения одного нового телестиала необходимо поглотить целую галактику, что кстати и хотел сделать Эго из Стражей Галактики 2, то некогда могучая раса пришла в упадок. Головой какого именно телестиала является забвение неизвестно. Однако, если учесть, что Камень Бесконечности принадлежащий Эссону Искателю, видео с которым демонстрировал Стражем Коллекционер, больше не у него, а закрыт сферу, то предполагаю, что забвение и есть голова Эссона. Опять же, неизвестно кто и как мог бы отсечь голову такому гигантскому существу. Однако, можно предположить, что это все тот же созданный аспирантами убийца богов. Пишите, что вы думаете по этому поводу в комментариях. А на этом у меня все. Надеюсь ролик вам понравился. А если это так, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. А также не забудьте вступить в мою группу ВКонтакте и до новых встреч.